Встретельство крупнейшего инфраструктурного проекта федерального значения в самом разгаре. Новая трасса М-12 свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Республики Чувашию и Татарстан с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части страны. Ее протяженность составит около 800 километров. Самым длинным искусственным сооружением на отрезки станет мост через Волгу. Располагается объект на территории Республики Татарстан. Этот проект очень актуален и своевремен, потому что М-7 «Волга» уже автомобильная дорога на пределе своей пропускной способности работает. И М-12 очень помогла, разгрузив эту дорогу, потому что и М-7 у нас как в структуре города уже используется дорога. Многие там объезжают северные, восточные, западные направления. Заезды в город тоже очень загружены. Поэтому с южной стороны эта дорога помогла бы нам. Представители проекта в свою очередь отмечают, что восьмой этап строительства трассы М-12, который ведется на территории Республики, один из сложнейших. Помимо того, что мост через Волгу крупнейший на всей трассе М-12, на территории Республики был запланирован самый большой объем земляных работ. Вместе с мостом протяженность дороги через регион составит около 70 километров. Протяженность моста составит чуть более трех. У нас со стороны Верхнеуслонского района крутой берег, высокий берег, со стороны Лаичевского района берег пологий. И, соответственно, у нас мост идет с уклоном от Верхнеуслонского берега к Лаичевскому. И высота опор в районе судового хода, в районе, получается, правого берег, со стороны Верхнеуслона будет достигать 45 метров. А мостовое полотно, по которому будут двигаться автомобили, будет находиться над уровнем воды примерно на высоте 50 метров. Вообще, в целом, трасса М-12 – это огромный инфраструктурный проект, которых, в принципе, в России еще, наверное, не было. И вообще быть причастным к строительству такого крупного объекта, в том числе к строительству такого моста – это, наверное, очень почетно. И для себя это огромный опыт в работе. Работа над проектом по возведению моста через Волгу началась в конце 2020 года. Около трех тысяч человек трудятся здесь в круглосуточном режиме, невзирая на погодные условия и время суток. Чтобы завершить проект в кратчайшие сроки, были построены дополнительные мосты и площадки, как с правого, так и с левого берега. Таким образом, работа на объекте ведется одновременно с двух сторон. Ну, возникали сложности по погружению грунта, но сейчас эти вопросы решаются. Погружение шпунта идет у нас в графике, то есть работы выполняются, все задачи, которые перед нами стоят, выполняются в срок, все идет. Непрерывное движение транспорта по будущей трассе могло бы стать огромной проблемой для диких животных. Однако здесь авторы проекта все предусмотрели. По обе стороны моста будут построены специальные экотропы, которые обеспечат безопасное движение жителям местного леса. Главной задачей любого проектировщика является поиск технических решений для сохранения окружающей среды, поскольку многие виды работ, да и в целом функционирование объекта, может оказать серьезное влияние на природу. Что касается проекта строительства трассы М-12, в целом для миграции животных, обитающих поблизости, построят больше 60 эко-переходов. Помимо этого, вырубка леса для построек сведена к необходимому минимуму. При этом авторы проекта предусмотрели дополнительные посадки для компенсации возможного ущерба. Здесь будет, скажем так, локальное, но не маленькое, да, то есть в условиях территории моста будет воздействие на бентоз, то есть здесь бентоз будет просто уничтожен при строительстве, будет воздействие на фитоплантон, зооплантон, но это восполнимые потери, восполнимые потери вот по бентозу там, он на этой территории не сможет восстановиться, поскольку она будет занята гидроценическим сооружением, вот, и, соответственно, будет воздействие еще через кормовую базу и непосредственно будет воздействие на ихтиофауну. Для этого должны быть осуществлены расчеты экологического ущерба по ихтиофауне и, соответственно, предложены компенсационные мероприятия, как выпуск мальков в воду. Вот это то, что на поверхности лежит, то, что очевидно, то, что явно. Но мост, конечно, это сооружение, имеющее еще и береговые границы, соответственно, здесь надо продумать о том, как должны проходить животные под мостом в береговой зоне. Потому что вот сама трасса М-12, я читала про то, что там должно быть 60 проходов, экопереходов для животных, они могут быть разные, как бы поверхностные, могут быть, скажем так, тоннельного типа, эстакадного типа, то есть по-разному это можно осуществить в местах миграции, но ведь животные должны пройти и под мостом тоже. В настоящий момент завершено строительство 12 опоры с 28. По плану объект должны сдать к 2024 году. Новая трасса позволит автомобилистам преодолевать путь из Москвы в Казань всего за 6,5 часов.